Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мой любимый крабовый салат из детства. Его мы готовили на каждый Новый год. Я его просто обожаю. Рецепт, кстати, есть у нас на кулинарном канале. И пицца. Пицца домашняя из обалденного теста. Также рецепт обязательно оставлю. Переходите, смотрите. Вчера нас пригласили на свадьбу. А это значит, надо приготовить денюжки, надо одеться. Открыла я свой шкаф. По части обуви вообще нечего надеть. Пришлось вчера весь день потратить. С подружкой ходили, смотрели. Ей тоже надо было купить пальто. Мы решили погулять заодно и походить. Немножко купить то, что нужно. Не знаю, как вам. Мне в последнее время в молах вообще ничего не нравится. Я уже настолько привыкла к онлайн-шоппингу, что оффлайн меня прям раздражает. То нет твоего размера, то еще что-то. Я не знаю, как у вас, ребят, но у нас в молах консультанты вообще ничего не делают. Ты что-то спрашиваешь? Все говорят, ну поищи там. И все. Выбрала одно пальто. Точнее, это не пальто. Это тренч. Стоил 350 манат. Но классно. Хорошего качества. Прям видно. Ну вообще, что-то себе найти. Это просто надо весь день потратить. Раньше мне так нравился шоппинг. Особенно в плане одежды. Сейчас это меня жутко утомляет. Надевай, снимай. Целая история. И даже дело не в цене. Ничего по душе нет. В магазинах почти одно и то же. То есть вещи очень похожие. В конце я себе купила черную сумку. Черные туфельки. А платье я, пожалуй, надену из того, что у меня есть. У меня есть вот это вот синее велюровое платье. Мне оно очень нравится. Оно классно сидит. И как раз оно для каких-то, мне кажется, мероприятий. Таких, как свадьба, Новый год. На этой свадьбе я почти никого не знаю. Единственный друг детства, который к нам приходил в гости, его тоже пригласили на эту свадьбу. Я предлагала маме, чтобы мама одна пошла. Но мама говорит, нет, без тебя я не пойду. Поэтому теперь мы идем вдвоем. Пицца, конечно, невероятно вкусная просто. Самое главное, хорошо приготовить тесто. То есть по правильному рецепту, по правильным пропорциям. Ну, тебе даже края кушаю. Потому что очень вкусно. Короче, вот такие дела. Я не очень понимаю эти все свадьбы. Вот моя бы воля, я бы позвала, не знаю, 50 человек. 100 человек. Достаточно. У нас еще такая система. То есть человек, например, пришел на твою свадьбу, значит, ты тоже должен пойти на его свадьбу. То есть человек тебе дарит деньги. И ты записываешь эти деньги в тетрадку. А потом, когда у этого человека свадьба, ты тоже ему даришь почти столько же. То есть вот такая вот система у нас. Такого, чтобы просто пойти на свадьбу, например, купить букет цветов и прийти. Такого просто не бывает. У нас так не принято. Гости даже заранее узнают, сколько стоит в этом ресторане один стул. То есть плата за одного человека. И дарит, как правило, больше, чем стоит один стул. То есть... До коронавируса, до карантина, люди просто играли в такие шикарные свадьбы. Не знаю, по 300 человек. А после... Как будто что-то в сознании людей поменялось. Я беру просто среди своих даже родственников, знакомых. Все говорят, ну нафига? Зачем? Позову самых близких. И достаточно. К чему такие расходы? Я согласна. Я считаю, что это бессмысленно. Людям, к которым мы поедем на свадьбу, я про них очень много слышала. Кстати, они лесгины, по-моему. Но так я их особо не знаю, никого. Поэтому сильно наряжаться не буду. Одену то, что есть. Каблучки, вкладч. И пойду. Если хотите, немножко могу подснять. Хотя, в принципе, что снимать там? Можно в инстаграм поснимать. Знаете, больше всего я чему поражаюсь. Вот хочешь ты себе купить тренч. Только ты нашел то, что тебе подходит, то, что тебе нравится. Маленьких размеров нет. С, М, Эл проданы. Эксель, 2, Эксель. Хотя только-только становится холодно. То есть, пока еще даже не сезон одевать тренч. На улице жарко. В прошлом году было то же самое. Ходила по магазинам, искала пальто. Вообще, размеров не было. Я говорю, можно как-то заказать там, не знаю, маленький размер какой-то. Завоз будут другие модели. Если так хорошо продаются эски, почему нельзя привезти, не знаю, 10 эс. А меня мама торопила. Месяц назад мама говорила, что надо смотреть, надо смотреть. Я говорю, да рано еще. В шортах пойдешь, ты выбирай себе куртку. Ну, как-то, ну, тупо же. А оказалось, в который раз, что мама права. Нету размеров. Всегда раскупаю все самое маленькое. Мама мне приготовила круглую пиццу. Она себе такую интересную сделала. Вот так вот. То есть, она в форме батона. Так посмотрела на ее пиццу. Говорю, мам, в следующий раз обязательно для мукбанка приготовь. Мне тоже что-то такое интересное. Я хотела поменяться с ней. Говорю, давай эту ты съешь. А свою мне. Мама говорит, нет. Это моя. Это моя. Маме просто врач запретил кушать острая. А эта пицца немножко острая. Но совсем малость. Не сильно. Терпимо. Ногти новые сделала. Прям кайфую от них. Так аккуратно получилось. Так красиво. Укрепила гелем. Сделала такую удобную форму. Все-таки с квадратом ходить гораздо сложнее, чем с миндалем. Буду теперь себе каждый раз делать миндаль. Такие удобные. Ни за что не цепляются. Вроде и длина длинная. Смотрится классно. Специально сделала красный классику, чтобы на свадьбе красиво смотрелось. Я помню на свадьбе двоюродного брата у меня был такой ужасный маник. У меня просто очень сильно оторсли ногти. Я не успела сделать коррекцию. У меня потом еще по дороге один отвалился. И это выглядело просто ужасно. И как назло, именно в этот день они прям все отваливались. В таком аварийном состоянии. Мне было так стыдно. Я прям прятала руки. Чтобы их не было видно, потому что у меня два ногтя отвалилось уже. Мне казалось это так позорным. Не знаю почему. Вот я сидела вот так вот, чтобы никто не видел мои ногти. На этом все. Я поела. Многие пишут в комментариях, почему так редко выходит видео. Почему видео нет. Раньше были видео каждый день. Хочу объясниться. Дело в том, что я снимаю и оставляю контент. Я вам уже рассказывала, что в конце ноября приезжает моя двоюродная сестра. И тогда нам точно будет не до видео. И чтобы все это время посвятить чисто ей, я оставляю контент, который буду публиковать тогда. То есть тогда будут видео из прошлого. На этом все. Всех люблю. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. С вами была Айка. Пока.